В общем, смотрите, как мы сейчас будем делать жидкие мицели. Я уже набрал мед, набрал воды. Воды у меня здесь 6 литров. Мы сейчас будем трехпроцентный раствор делать. Меда у меня здесь 180 грамм. Вот. Сейчас мы это дружное дело все перемешаем. И получится у нас что-нибудь. Надеюсь. Карбамиду у нас здесь я положил грамм на литр. Ну, на всякий пожарный. Оно хуже, может быть, и не будет. Потому что, если вспомнить, как я делал с мячной селитрой, и сколько я ее сюда клал, и все у меня, в принципе, росло. Но она, в общем-то, не нужна. То все, думаю, будет нормально. Здесь должно быть хорошо. Сильно немного перегибать тоже смысла никакого я не вижу. Потому что вешенки, в принципе, вот эта вся азотная фигня, она не особо нужна. Совсем даже не нужна. Но все-таки некоторые грибоводы говорят, что вот, допустим, когда в блоки добавляешь карбамид немножко, то, получается, грибы такие более крепкие такие, что ли. Когда-нибудь, говорят, более жирные. Не знаю. Посмотрим. Опять-таки, я всем верю, но я все проверю. Потому что привык все проверять. Ну, естественно, все результаты тестов я вам обязательно покажу. Сейчас мы делаем такой раствор для, грубо говоря, первичного грязного мицелия, который будет у меня со шурками, со всякой фигней. Все это я потом уберу. И все у меня, как говорится, отфильтруется, почистится. И потом я буду работать только с чистым материалом. Но его надо сначала получить. Это самая сложная будет сейчас часть как раз всего этого хозяйства. получу материал, буду работать нормально. Не знаю, сколько мне циклов придется сделать, сколько попыток. Потому что давно я этого всего не делал. Это все равно, что заново. Но я покажу вам все, как я это делаю. Я, конечно, извиняюсь, что я вот ложки сейчас ставлю, вот это все вот это вот чищу. Но я одновременно же вам рассказываю, правильно, о своих замыслах, о том, как я это буду делать. Поэтому вы уж меня простите. Вот смотрите, какая штука есть. Есть вот такая штука. Штука-билюка. Такая вот мешалка. У меня была другая мешалка, но она, как говорится, пала с жертвой одного человека. Он напал на нее, избил и сломал ее жизнь. Сейчас вот эту вот штуку поставим вниз. Перемешаем. А потом, что мы с ней сделаем? Потом, естественно, мы все это дело профильтруем. Хотя, в принципе, на таком этапе нечистого мицелия, может быть, даже фильтровать ее и не стоит. Потому что мне надо немножко получить клеток, просто взвесь и все. А все такое непотребно, оно все равно внизу осядет. И можно, наверное, даже и не заморачиваться. Так, по количеству. Я буду наливать в бутылки где-то примерно по 300 миллилитров. Поэтому у меня на 20 бутылок ориентировочно вот должно хватить. Ну, может, где-то чуть побольше, чуть поменьше. Наверное, надо более высокое ведро. Или все-таки другую мешалку. Или другое ведро, ребята. Как в том фильме. Брюки превращаются. Превращаются брюки. Я так думаю, сейчас у нас ничего не превратится. Вот моя мешалка была очень классная. Она специальная, короче, для раствора с этих отражок. И она не раз бы сделала ничего. Даже в маленькой-маленькой баночке можно было мешать. Но это ерунда. Мы просто в следующий раз это сделаем в большом-большом ведре. И, наверное, мы прямо сейчас возьмем ведро и перельем туда. Потому что тут как-то так не очень удобно. Все сильно распрыскивается. Ну, чувствуется потенциал. Мощная штука все-таки. Поэтому сейчас мы перельем, наверное, на другое и все. Вот смотрите, вот сейчас мы все размешали. Вот. Сейчас фильтруется все это дело. Фильтр я сделал простой. Вообще, самый примитивный. Это вот салфетка. Вот эта вот крышечка там. В крышке отверстие. И просто салфетку прижимают. И все. Она фильтруется. Вот и вся любовь, что называется. Дешевый сердито. Сейчас на скорую руку склепали. Ничего у нас, конечно, сейчас такого нет. Ну, чтобы с жидким мицельем работать. Уж это на нормальном уровне. Ну, сделаем. Сделаем этот вопрос времени. Не все сразу. Так что. Итак, давайте продолжим. Сейчас будем наливать то, что у нас тут нафильтровалось. Оно, конечно, не особо нафильтровалось. Но, по крайней мере, всякие там ашовки крупные у нас остались на фильтре. Вот. Я решил, что сейчас сильно много раствора не нужно наливать. Потому что все равно это напересев. То есть я буду наливать, ну, вот по столько. Просто по высоте. Потому что по объему тут не получится. Они все разные у нас. Они неформатные. То есть специально вот я взял вот всякие. Они у меня давно уже почищенные были. Я их использовал. Но просто с пробками это было невозможно. Мучительно и вообще. Сейчас мы решили без пробок. И поэтому у нас все будет очень удобно, быстро. И все равно какие бутылки. Потом, конечно, мы более-менее все стандартизируем. Но пока то, что есть, то есть, как говорится. Тут уж... Что называется, ничего страшного. Вот эта вот бутылка, я помню, я в ней первые свои жидкие мицели вырастил. Это была такая заразовая вообще. Какая-то плесень там. Ну вот, с чего-то же надо начинать. Поэтому ничего страшного. Слезал, чего-то у вас нет. Ой, не надо говорить, что у меня там... И этого нет, этого нет. Если что-то не хочется делать, то надо так и признаться. Вот не хочется делать, а хочется ныть и на диване лежать. Тогда, конечно, нету... Это будет трагедия, там нет того, другого, третьего. Если ты хочешь это сделать, то какая разница? Ты вот из вот этим вот материалом все так же сделаешь. Безжалостно, победив собственную лень. А победив лень, там, глядишь, и глупость можно будет победить. То есть, путем постоянных решений, каких-то сверхзадач, то, конечно, интеллект не тренируется. Человек развивается. Уровень жизни растет. Какие-то интересные приключения происходят в жизни. Ну и прочее. Удовольствий больше. А когда лежишь на диване, смотришь первый канал... О! А это что это у нас, Таук? Эй, ничего себе! Какое-то животное попало случайно. Какое-то попало? Слушай, а может оставим с пауком, да? Обрастет он там, Мицелем, или Минид, да? Да, оставим. Прикольно же. Ничего себе! Сушеный паук. Ну ладно. Пусть будет. Это как, знаете, кладу там что-нибудь, бутылку. Перчик, перчик кладу, да, у нас будет с пауком. Ну, тоже нормально, кстати. Как же ты вот так не заметил-то? Да я промывал. Ну, вот тут я, но... Не знаю. Значит, плохо промывал. Ну, бывает. А ты так же промывал, как банки подписывал. Да ничего, нормально. Первое время всегда так. Человеческий фактор. От него никуда не денешься. Всегда будет какая-нибудь мелочь, которая будет, ну, простраивать. А потом, когда ты уже весь процесс, вот этих расстраиваний, как-то, что называется, по полной программе наиграешься, и ты уже больше уже, как бы, даже и радоваться. Ну, и ладно, сломался, и сломался. Сам виноват, посмеялся над этим, и все. Потому что вот взять до последние мои годы, которые я здесь вот нахожусь, я настоящий ад, вот реально. Я думаю, зрители моего канала смотрели, с чего все начиналось, как все было мучительно, просто всегда, в общем. В каких условиях все проводились мои эксперименты. Ой-ой-ой, я вот сейчас все вспоминаю. Не знаю, ребят, я что-то второй раз вот так же, наверное, и не осилил, если честно сказать. Не хватит у меня уже терпения. Наверное, побольше солью. Как раз вот тут все. Так что, вот честно скажу, вот я сейчас подумал, второй раз я бы осилил столько проделать, не знаю. Наверное, не осилил бы. Если бы знал бы, что у меня еще и здоровье так ухожется за последнее время, я бы даже вот не рискнул, наверное. Вот смотрите, ребята, сейчас как мы будем делать. Вот так вот мы сворачивали-сворачивали, получилось тут сколько-то слоев, ну, штук, наверное, 8 где-то примерно. Вот. Что делаем дальше? Берем вот так вот резинку, вот так раз, вот так два, вот так три. Вот и вся репопея, что называется. Берем вот так вот целлофанный пакет для мембранного клапана, вот так раз, вот так два, и вот так. Три. Вот и все. Вот и вся экибара. То есть потом мы что делаем? Вот это вот снимаем после стерилизации, вот это все хлоркой забрызгиваем. Оно стоит у нас некоторое время, пока там остальные обрабатываешь. Ну вот. Снимаем и все, и работаем. Очень просто. Никаких там над пламенем, там вот эти все заморочки. Если главбокс есть, зачем? Фигмей страдать. Видели, как быстро все получилось? Вот мы сейчас любую неформатную бутылку вообще вот как угодно прям берем, и она получается прекрасной лабораторной посудой и занятое бесплатно. Вы представляете, сколько надо потратить времени на изготовление пробок? Ребята, вы посмотрите, сколько пробок я изготовил. Это просто с ума сойти. Вот эта вот банка, вот видите, да? Вон там банка, и вон там еще, вот маленькая баночка. Это вообще, ну, в общем, короче, мозоли вообще капитальные от них получаются. Ну их нафиг. Хотя я потом и технологию изготовления пробочек тоже достаточно прилично придумал, которые, ну, попроще. Получается, они все одинаковые, красивые, такие плотные. Но нет, все, я не согласен. Вот тут я теперь делаю только вот так, наверное. очень классно получается. Опять-таки, никаких там вот этих вот заразы, там, когда ты будешь пробку открывать, там, ничего этого туда точно не пролетит, потому что ты все залил в хлорку, все вот так вот мокрое. Тут ты все искупал в ведре в этом с хлоркой по полной программе. И все, и получаешь, ты гарантированно практически чистый результат. А вот с этими пробками, с этими, вот сейчас надо избавиться немножко от банок с крышками, с металлическими. Ой, как они меня что-то последнее время прямо разочаровали. Я вот партию купил, и они у меня, знаете, они у меня после стерилизации, там, часть просто вот открытой стали. Открытые и все. Я открыл их, ну, достал, когда из стерилизатора. Думаю, тут ничего себе поворот. Ну, и естественно, очень много заразы. Сейчас покажу. Даже. То есть, вот таких у меня банок прям вот, ну, немерено. Вот видите, здесь заросло всякая фигня. А вот здесь вот это немножко шиитаки. Я просто оставил, чтобы показать. Ну, и самому себе посмотреть, там, кто кого победит. Любопытно. И таких, к сожалению, очень много банок, поэтому придется это выбросить, потому как это использовать невозможно. Так, чисто вот для канала показать и все. Потому что про брак я еще видео не снимал, наверное, так прям сильно. Вот. Так, когда был, был. А так, чтобы специально особо-то, наверное, может быть, у меня и нету даже. Ну, вот видите, как быстро, просто и офигительно. Просто великолепно. Вот я не знаю, отлично, короче, слов у меня нет. И главное, эта вся тема очень многоразовая. Здесь на резинке будут изнашиваться. Ну, резинка одна штука, она рубль стоит. Ну, и, ребят, стоит, как говорится, все это. Это если в магазине, а если на Алиэкспресс заказывают сразу очень много, то, естественно, там это все вообще копейки жалкие будут стоить. Самое дорогое здесь вот мед для раствора. Ну, и то мы потом придумаем что-нибудь, я думаю, более дешевое. Я так думаю. Ну, не придумаем так мед будем использовать. Какая разница? Здесь все равно очень много получается на выходе полезного материала, поэтому окупится в любом случае. Чем мицелий этот гнать, да ну его пропадем пропадом, тем более для бадеечных технологий. Сухой, с ним возиться пинцетами вот туда-сюда, ой, нет. Все это тоже фигня, это не технологично. Это для мешка, вот, конечно, вопросов нет, что мешка тут делает, тем хорошо. А мы, как бы, пошли по другому пути несколько, ну более дорогостоящий, но мы не хотим вот этих вот мучений всяких. Мы хотим, чтобы было меньше брака, чтобы грибы росли красивыми, вкусными, поэтому и без мучения. Нам главное, чтобы мучений не было, потому что люди-то, они со временем устаревают, позвоночник начинает болеть, там всякие тяжества, так сказать, мы не хотим. мы хотим, сделал дело и пошел отдыхать. Или там в сервисе можно подработать, телевизор починить какой-нибудь за деньги. То есть, вот такие пироги. Ну, в общем, на этом, наверное, все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, потому что, я думаю, наша работа нам, новичкам, по крайней мере, точно поможет. Ну, всем удачи. Смотрите, ребят, какая красота. Это вообще прекрасно, просто. Супер удобно. Я вот, правда, их не стал считать пока еще, сколько, но я посчитаю ради эксперимента. Но это не важно, все они неформатные. Так что, результат вот такой. По-моему, все очень супер красиво. Смотрите, резиночки разноцветные, очень эстетично смотрятся. Не знаю, как вам, меткие мелочи, просто с ума сводят. Они очень классные, на самом деле.